Я знаю Александра Кедрина так давно, что можно сказать всю жизнь. И, друзья мои, поистине старые. Они виделись уж так давно, что никто из нас и не помышлял о встрече. А вот свиделись. Что бы мы все делали без сюрпризов в жизни? Вспомнили всех своих друзей, добрейшего Сашу Файнберга, замечательного поэта, его веселые шуточные баллады о Кедрине. В Союзе, навеки прослыв хулиганом, прослыв хулиганом в худфонде поганом, ведь истует нервный художник один. Голодный художник рисует жаркое, и кисть, как шумовка, поет под рукою. Когда помидоры кормином он кроет и сажу и мажет горячий казан. В картине под соусом мясо дымится, он краску на мясо кладет, как горчицу, пылает морковка, лучок серебрица, и это приятно голодным глазам. Художник и человек Александр Кедрин прожил непростую и очень интересную жизнь, насыщенную радостями, страстями, страданиями, творческими и просто человеческими. Его возвышали и низвергали, его отлучали и прощали, ненавидели и любили как художника, как личность. Он влюблялся и был любим, он уводил чужих жен, и собственные жены покидали его. А он все искал ответа на вопрос, почему человек так несовершенен и беззащитен, и не раз сводил с жизнью счеты. А вынурнув из омота, бросался безоглядно вновь с радостью и любовью в жизнь, как будто осознав, как она прекрасна и как удивителен мир вокруг, и как много сам он еще не успел сказать ему. Сегодня, мне кажется, его душа находится в ладу с внешним миром. Но я как президент ассоциации художников нашей, ты знаешь нашу ассоциацию, у нас более ста с чем-то человек художников, знаешь наши выставки и все прочее. Подобного художника, не потому что я сижу за твоим столом, у нас нет, и не думаю, что в ближайшее время будет. Вот я считаю, что в Сашкиных работах, да, не просто, допустим, формальный абстракционизм, а духовность заложена. Вот то, что не у каждого художника увидишь. Понимаешь, вот у него не... Это какая-то мистика, это какой-то космос. Но он не просто формальный космос, да? А вот у него идет изнутри, как говоришь, это божественное. Потому что аж чистый, святой человек. Все правильно. В самом полном смысле этого слова. У тебя, ну, не квартира, а просто истинный музей. Я даже боюсь, что мы не сумеем все это снять. Настолько много работ. Как тебе удалось это все привести? Ну, это было действительно очень нелегко. Я упаковывал, только работая, целый год. Я привез сюда несколько контейнеров. Семь контейнеров привез. Дело в том, что вот по правилам нашего Министерства культуры и Союза художников, мне пришлось каждую свою работу выкупать. То есть вот на обороте каждого моего холста есть лиловый штамп, что разрешено к прохождению таможни. Вот я выкупал и свои работы, и работы отца. Каждую работу, каждую керамику, каждую жилопись я выкупал. Я всем в своей жизни обязан своему отцу. Мой отец был крупным художником графика.